Всем уже уши, наверное, прожужжали тем, какие же гигантские и разнообразные виды живности топтали нашу планету в Мезозое. Да и не только топтали, гиганты бороздили реки и озера, моря и океаны, жили на суше от пустынь до лесов, даже на деревьях и под землей, и уж сколько их было в воздухе, просто уму непостижимо. Динозавры вообще в массовом сознании оказались разнообразной и разносторонней группой, захватившей все среды обитания и все экологические ниши. Хотя, стоп, погодите, вот динозавр и вот динозавр, и, собственно, даже он и он тоже динозавр, тут спору нет. Ну а вот эти ящеры, летавшие на протяжении всего Мезозоя или вот разнообразные водные рептилии, их простой обыватель также назовет динозаврами, так будет ли он прав? Или учебник по общей биологии за девятый класс опять пускает пыль в глаза? Ну, собственно, если говорить мы и будем именно о динозаврах, то сюрприз будет в том, что они сугубо сухопутная форма жизни, которая на протяжении Мезозоя так и не двинулась дальше суши, а под конец юрского периода одна из групп еще смогла научиться летать, изобретя машущий полет с помощью пернатых крыльев, а не кожистых перепонок. Выходит, что птеродактиль это далеко не динозавр? Да, это так, к динозаврам этот ящер, как и остальные его летающие родственники, вообще никоим боком не относился. Я уж молчу про остальную, большую часть мезозойской живности. Так кого же мы можем назвать динозаврам? Ну что ж, данная группа рептилий, а точнее сказать заврапсид, отделилась от архозавров, в прямом смысле правящих ящеров Триасового периода, где-то в середине этого самого периода, около 230 миллионов лет назад. Возможно и раньше, но вот в сути это не меняет. Первые динозавры, по умолчанию, были двуногими, активными хищниками, иногда и всеядными, естественно, обладали чешуйчистым покровом, а возможно имели протоперья, а главное, имели повышенный обмен веществ, что позволяло практически на протяжении всего дня поддерживать высокую температуру тела, не завися от солнца и вообще температуры окружающей среды. Прогрессивная группа, особенно когда вокруг одни холоднокровные рептилии, а теплокровностью обзавелись только цинодонты. Но на то цинодонты и есть предки млекопитающих, чтобы быть теплокровными, четвероногими и покрытыми шерстью животными. Цинодонтов, кстати, в СССР часто называли «звероящерами», но это в корне неверно, ведь млекопитающие никогда от рептилий не происходили. Хотя какую-нибудь пермскую ностроцевию фанаты канала РНТВ тоже могут назвать динозавром, по незнанию, что это синопсидный горгонопс. Ну да ладно, мы отвлеклись, хотя вам стоит запомнить, что всякие сфенокодонты, горгонопсы и всякие остальные тераморфы, по очевидным причинам динозаврами называются «дикий моветон», они ведь даже не рептилии. В общем-то, буквально в начале своего появления динозавры разделились на две группы, и хоть это не совсем верный подход, пожалуй, будем следовать именно ему. Так, динозавры буквально сразу разделились на ящеротазовых и птицетазовых, ну и, конечно, начали занимать экологические ниши пустующего после пермтриасского апокалипсиса мира. Ящеротазовые стали хищниками, и от них чуть позже отделилась группа длинношеих завропод, сначала бывших всеядными, а затем перешедшими на сугубо растительную диету. Оставшиеся двуногими хищные ящеротазовые тераподы дали начало другим многим группам, алазавридам, спинозавридам, тиранозавридам, терезинозавридам, манерапторам, птицам и куче других двуногих бегунов разных размеров и дизайнов. То есть все тераподы, за малым исключением, остались хищными, активными двуногими животными, а главное наземными, полностью наземными, без исключений. И только птицы смогли таки в конце юрского периода взмыть в небо, используя уже давно появившиеся у сухопутных динозавров перья, не только для сохранения тепла, но и для полета. Что же касается птицетазовых динозавров, то будучи поначалу также двуногими и достаточно активными, и также почти теплокровными, да к тому же еще и всеядными животными, они в итоге стали огромной растительноядной группой, которая дала начало гипсилофодонам, пахицефалозаврам, игуанодонам и гадрозаврам, а также всем вам известным цератопсам, стегозаврам и анкилозаврам. Собственно, на этом динозавры, а точнее их разнообразие и кончается. Но позвольте, а как же мозозавры, плезиозавры, плиозавры, ихтиозавры, нотозавры, птерозавры, да и собственно всеми нами любимые крокодилы. Ну, если крокодилы и птерозавры еще каким-то образом являются очень дальними родственниками динозавров на уровне троюродных братьев и сестер, то вот все остальные из перечисленного мною списка это вообще представители отдельной ветви развития рептилий, ихтиоптеригий и изавроптеригий. То есть, по сути, они ближе к ящерицам, чем к самому примитивному динозавру. И уже эти группы получили в свое распоряжение большое количество видов со способностями к полету, долгому и активному плаванию и иже с ним. Почему же так получилось? Ну, видимо, с сухопутных мест обитания их вытеснили сначала первые архозавры, а затем уже и начавшие набирать вес динозаврики. Что ж бедным завроптеригием еще делать, если эволюционно динозаврам они противопоставить-то ничего не могли? Конечно же, менять среду обитания, куда динозавры точно не сунутся. Так, стоп, а почему не сунутся-то? Ну, тут вопрос довольно очевидный, но дело в том, что динозавры, изначально развиваясь как группа сугубо сухопутных животных, получила кучу различных способностей, которые в воде, например, применить было бы очень и очень трудно. Первые протоперья не справлялись бы с удержанием тепла под водой, а мы знаем, что теплокровному животному не стоит слишком сильно охлаждаться. Мощные задние лапы и относительно короткие передние лапы явно не способствуют переходу хотя бы на полуводный образ жизни из-за особенностей своего движения и углов этого самого движения. Высокая пневматизация костей, а также наличие воздушных мешков делают из любого динозавра идеальный поплавок, но никак не олимпийского пловца. Ну а когда динозавры уже достаточно развились, чтобы перейти и в воду, простите, но уже все ниши заняты. Даже птицы, группа динозавров, сделавшая акцент на полете, появились в густых лесных массивах, куда птерозавры не лезли сугубо из-за неспособности адекватно там летать. Ну а современные веерохвостые птицы вообще эволюционировали в приполярных областях, где птерозавры просто не водились, и, нарастив массу, переселились в более южные области, практически вытеснив мелких и средних птеродактилей из мест их обитания. Вот такие пироги. Помните, когда перед вами на картинке четвероногое животное без шерсти, но с клыками, или вытянутое рыбообразное тело, либо летун с перепончатыми крыльями, либо вообще что-то с ластами и извивающейся шеей? Это не динозавр, и вы знаете, как исправить оговорку того человека, который допустил такую досадную опложность.